Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учимся дома». Меня зовут Владислав Изюменко. И сегодня у нас в гостях Людмила Корякина. Людмила, здравствуйте! Расскажите, кто вы и о чем мы сегодня узнаем? Здравствуйте! По первому образованию я философ. Второе мое образование – это педагогическое. На данный момент я работаю учителем истории общества знаний в 18-й школе. Сегодня будем с вами говорить про основу финансовой грамотности, а в частности про финансовый интеллект. Мне кажется, финансовая грамотность как нельзя кстати сегодня придется в эти сложные дни, которые мы переживаем. Вообще детям, мне кажется, очень полезно знать какие-то основы финансовой грамотности. Я уверен, что сегодня вы расскажете много интересного. Я расскажу базовые аксиомы, которые необходимо просто выполнять для того, чтобы иметь представление. Что же такое личные финансы и как вообще ими распоряжаться. Вообще необходимо сначала сказать, что основа финансовой грамотности – это относительно новый предмет. Он был введен 3 года назад и, собственно, он изучается детьми, обучающимися, прошу прощения, сначала в 10-11 классах, а со следующего учебного года уже планируют 7-8 классы. То есть привлекать, приучать к финансовой грамотности с молоду, что называется. Да, совершенно верно. Вообще основа финансовой грамотности – это, конечно же, курс общества знания. Это часть общества знания. И он выделился именно для того, чтобы углубиться в это понимание. Потому что часов, естественно, общества знания нам в принципе не хватает. Нельзя объять необъятное. Но у нас финансовой грамотности в рамках общества знания не было, например. Да, потому что это новые образовательные стандарты, которые диктуют свои новые предметы. Ну вот давайте. Сегодня мы знаем, что основа финансовой грамотности – это новый предмет. И любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается вообще с многочисленными вопросами. С вопросами финансов и в целом вообще института финансов. Что такое? Мы с младенчеством вовлечены в этот институт. Первый институт, конечно, это институт семьи и брака, который заканчивает ребенок. Но второй институт немаловажный – это финансовый институт. То, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Именно такое знакомство с деньгами начинается еще в детстве. По мере взросления уровень решаемых задач в финансовом институте, конечно, повышается. И уровень ответственности повышается соответственно. И наша задача в рамках даже учебной дисциплины – сформировать базовые знания, понятия и навыки, которые позволят обучающемуся принимать оптимальные финансовые решения. И с успехом, естественно, их решать. Почему вообще сначала школьники 10-11 класса изучали этот предмет? Во-первых, потому что они уже будущие выпускники, абитуренты, и им необходимо, во-первых, они вступают во взрослую жизнь. Им необходимо знать эти механизмы, как же они работают. Именно поэтому наша задача – правильно сформировать их финансовую грамотность. Ну или хотя бы, если мы не сумеем в рамках этого курса за небольшой промежуток времени сформировать, предоставить ту информацию, которой они будут пользоваться самостоятельно. Почему это еще важно? Потому что на протяжении всей учебной жизни школьник умеет решать задачи по формуле физики, химии. Он решает теоремы, он знает правила русского языка, которые он обязательно должен знать, как мы сегодня с вами. Однако, да, их не учат, у школьников не учат планировать свой бюджет. Допустим, наглядный пример. Школьник первый класс, обучающийся первый класс. Мама с папой ему дают электронную денежку. То есть на Е-карту они дают ему определенный лимит по питанию. То есть лимит, сколько он может в буфете потратить. Ведь школьник первый класс, он уже должен знать, как грамотно распределить эти деньги. То есть 50 рублей – это лимит, который он может истратить в неделю. А чем больше он тратит, соответственно, тем больше родители должны пополнять. Он должен в буфете, если он рассчитывается наличными средствами, он должен понимать, сколько ему дают задачи, то есть уметь считать. А мы, взрослые, даже иногда не умеем считать. Это точно. Я сейчас намекаю на себя, и если что, я действительно испытываю очень часто проблемы в магазине и прибегаю к помощи калькуляторам. Да, сейчас особенно в условиях самоизоляции, в условиях всемирной пандемии, это как раз-таки необходимо считать копеечку к копеечке. Давайте мы сейчас посмотрим с вами на слайд, Владислав, и посмотрим, какой план работы мы с вами осветили. Можно следующий? Это обозначить, что же такое финансовая грамотность, рассмотреть принципы рационального использования денежных средств, понять, что такое финансовый интеллект, и также изучить механизмы развития финансового интеллекта. В конце, конечно, я приготовила задачу, но если мы ее успеем разобрать, мы ее разберем. Пожалуйста, можно на следующий слайд? Давайте начнем с первого. Это что такое финансовая грамотность? Конечно же, это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, личных финансов, которые позволяют человеку правильно подбирать как финансовый продукт, так и услугу. Вы с этим согласны? Ну, конечно. Естественно, с этим невозможно не согласиться. Известная, я хочу привести цитату, известная цитата Роберта Киосаки, умение управлять денежными ресурсами лежит в основе финансовой грамотности. Владислав, а скажите, пожалуйста, а кто такой финансовый грамотный человек? Ох, вопросы пошли к ведущему. Моя любимая рубрика. Ну, мне кажется, что финансовый грамотный человек это тот... Ну, мне кажется, тут много всего может входить в это. Давайте перечислим базовые, а потом посмотрим. Мне кажется, это человек, у которого есть всегда финансовая подушка безопасности. Безопасность, так называемая. Мне кажется, это человек, который грамотно распределяет бюджет. То есть то, что я потрачу на развлечения, на продукты, на коммунальные услуги и так далее. Финансово грамотный человек это тот, кто не станет разово тратить все свои деньги. Ну, в общем, мне кажется, я сейчас буду просто одно и то же повторять. Ну, финансово грамотный человек, мне кажется, это в принципе тот, кто считает деньги. Считает свои средства, если сказать более просто. Если кратко и лаконично, да, это тот человек, который считает деньги. Давайте посмотрим на следующий слайд. И все-таки сопоставим. Можно следующий. Итак, конечно, финансово грамотный человек, это тот, кто следит, конечно же, за своим состоянием денежных средств. Планирует свои доходы и, соответственно, расходы. Умеет анализировать финансовые услуги. Владислав, как вы думаете, что входит в финансовые услуги? Финансовые услуги? Здесь нет подсказки? Нет. Я сразу же хотел, так, финансовые услуги, финансовые услуги, это не банки. Банки, совершенно верно. Умение подобрать правильный банк. Если мы вкладываем денежку, допустим, на вклад, мы должны посмотреть, проанализировать банковские ставки по вкладам и понять, где больше. Нам же, соответственно, нужно вложить туда, где больше у нас будет процент. Именно в соответствии с этим уже вложить денежные средства. То же самое и с обменом валюты, получается. Да, совершенно верно. Процедура аналогичная. С обменом валют – это очень интересная система, куда сложнее. В каждой стране есть определенные особенности. Ну, давайте продолжим. Уметь находить правильную финансовую информацию, отличать, где все же не мошеннические схемы, которые предлагают быстро поставить… Быстро деньги. Да, быстро деньги. Кто же подумал, почему-то сразу же. Правильно, значит, искать финансовую информацию, а также формировать долгосрочные свои сбережения на неопределенный срок. Именно сегодняшняя ситуация показывает, что у большинства российского населения нет финансовой подушки. Именно того бюджета, который может сформировать долгосрочную перспективу развития мировой ситуации в целом и в частности в России. И еще немаловажно – это уметь оценивать риски на рынке финансовых услуг. Риски. Вот сейчас к рискам относятся что? Прежде всего, это новый законопроект, который вступит в 2021 году, когда по вкладам будут изыматься 13% налог. И получается, что в принципе, ну, от определенной суммы, конечно, от миллиона рублей и выше. И, соответственно, чем больше наша сумма, тем больше наш доходный, подоходный налог. И получается, что невыгодно класть деньги на вклад от миллиона рублей. То есть я сейчас в случае, у меня лежит миллион там 800, грубо говоря. Как вам повезло, подумали сейчас все зрители. Ну, это моя подушка безопасности. И я, получается, в сложной ситуации, что мне делать с деньгами? Понятно, что терять свои проценты, которыми можно выгодно пользоваться, в принципе, их можно вкладывать, их можно вкладывать в образование. Ну, пытаться даже делать собственный бизнес, если это возможно. То есть я в ситуации, когда я нахожусь в выборе. И риски на рынке финансовых услуг, вот они предоставляют нам картину. Мы должны уметь анализировать и понимать. Дальше распознавать признаки финансового мошенничества. Ну, об этом говорят, конечно, повседневно. И здесь мы, как информированные люди, знаем, что если нам звонит определенный банк, то это конкретный номер. Если мы говорим про Сбербанк, то нам звонит номер из трех цифр, а никакой не длинный номер. Никогда мы не должны сообщать дополнительную информацию по своей банковской карте. Никогда не... Когда нас спрашивают, скажите, а сколько у вас сейчас осталось на счету? Ни в коем случае нельзя это говорить, конечно же. Ну, то есть финансовое, в принципе, мошенничество повсеместно распространено. И о нем так часто говорят, что, в принципе, наши дети могут понять, что правда, а что ложь. Да, и, к сожалению, именно сейчас распространена очень такая форма мошенничества. Постоянно читаешь в новостях об этом, поэтому будьте внимательны. И еще хочу выделить немаловажный аспект. Это избегание избыточной закредитованности. То есть, когда я имею один кредит, но для того, чтобы покосить первый свой кредит, беру еще. И так получается, что у нас растет наша долговая яма не только перед государством, но и перед самим собой. Потому что чем больше и чаще мы берем кредитов, тем сложнее нам выходить из них. И, соответственно, правильно просчитать проценты, которые мы выплатим по итогу нашего кредита, тоже нужно уметь. Потому что переплаты по кредитам составляют огромные суммы, свыше 200 тысяч даже бывает у некоторых людей. И не самое важное, конечно, для сегодняшних школьников, но это планировать жизнь на пенсии. Я активно пропагандирую своему мужу. Ты должен идти в государственную структуру, чтобы работать и тебе были отчисления. Он говорит, я отказываюсь от твоей системы, ты работай сама и зарабатывай себе свои дополнительные баллы. Как ты это будешь делать, это уже, в принципе, твое решение. Но я думаю, что так как у нас система периодически меняется, нам необходимо подстраховывать себя. И в том числе начисляться какие-то баллы нам должны. И самостоятельно мы должны в пенсионный фонд отчислять, если у нас есть такая возможность. Поэтому здесь нужно иметь картину общего представления в целом. Хорошо, мы посмотрели с вами, чем отличается финансово грамотный человек от, если так можно выразиться, не подкованного человека в финансовых вопросах. Транжиры. Транжиры, да. Как я бываю, когда начисляется зарплата. Это всем, мне кажется, нам знакомая ситуация. А давайте сейчас, Владислав, рассмотрим принципы рационального использования денежных средств. У меня на слайде есть, но я вам не подскажу. И я не буду поворачиваться. Да, конечно. Угадайте первый принцип рационального использования денежных средств. Ну, не тратить все сразу? Конечно. Откладывать деньги? Откладывать деньги. Но сначала, когда мы говорим вообще об основах финансовой грамотности, мы должны понимать, что бизнес-литература – это настолько большая площадка, в которой можно выбирать разные направления, в которых можно развиваться, и в том числе, которые нужно читать. Есть мастодонты, если так можно выразиться, бизнес-литературы, и, к примеру, Роберт Киосаки, которого я не люблю, но активно его везде пропагандируют. Иногда есть зерно рациональности в его словах. И первый его принцип – это заплати сам себе. Что вы думаете это может быть? Заплатить самому себе? Да. Что это значит? Ну, это значит отдать часть суммы, которая у тебя есть, самому себе, а не продавцу какому-либо и прочее. Получается, что принцип заплатить самому себе – это привычка, которая должна сформироваться на постоянной основе. Мы ее должны тренировать. И принцип Киосаки заключается в том, что заплати себе 10% от твоей зарплаты. Допустим, я получаю 20 тысяч в месяц. Мои 10% от моей зарплаты будут составлять 2 тысячи рублей. Соответственно, 2 тысячи рублей я откладываю. Это мой неприкосновенный запас, который я не трачу никуда. Ну, собственно, так и формируется та самая финансовая подушка, о которой мы уже говорили ранее. Но финансовая подушка, мы должны понимать, что мы ее все же истратим когда-то. Придет какой-то ключевой момент, когда мы ее можем потратить. И финансовая подушка должна составлять ту сумму денег, чтобы вы прожили от 6 месяцев до года и даже больше. Ух ты! Это довольно много получается. Это должна быть приличная финансовая подушка. Но заплати сам себе, то есть 10% я плачу, и я их в принципе могу откладывать. У нас так принято говорить, мы откладываем деньги. Мы можем их потратить только исключительно на самые важные ситуации в нашей жизни. Но не купить, там, не знаю, входную дверь поставить, потому что у меня сломалась ручка. Нет. Мы должны это планомерно на что-то другое. Вот будет когда-то, только, пожалуйста, оставьте это. Следующий принцип – это следить за расходами. Как мы уже говорили, они повторяются, но тем не менее самые простые аксиомы, которые излагаем, они почему-то не действуют на обычное сознание человека. Следи за своими расходами. Ну что это значит? Владислав? Ну, это значит, что нужно считать, сколько денег ты куда тратишь, примерно понимать, какая сумма на какую сферу деятельности, если можно так выразиться, у тебя уходит. И к моменту, когда ты получаешь зарплату, уже понимать, что сколько денег на что у тебя уйдет сразу же. А я бы сказала немножко иначе, проанализировать свои жизненные привычки. Ну, это проще, да, звучит. Почему нужно анализировать свои привычки? Потому что как только у нас появилась свободная денежка, мы идем, значит, с вами развлекаться в торговый центр. Ну, чаще всего, да, именно так и происходит. И тем самым мы искусственно вызываем желание потратить наши деньги, потому что мы видим, какие-то новые стоят манекены, новые тенденции появляются. И все это на обозрении, прежде всего, в тех самых крупных торговых точках. Они, собственно, и работают на то, чтобы вызвать искусственное желание купить, даже если это нам необходимо. Проанализировав привычки, мы должны понять, готовы ли мы на них тратиться. Если мы не готовы, то 90% нашего бюджета мы должны сохранить на более важные вещи. Допустим, на обслуживание жилищно-коммунальных услуг, потому что цены тоже растут, так же, как и в торговых центрах. Хорошо, давайте перейдем к следующей привычке. Она у нас третья. Это иметь финансовую цель и финансовый план. Я думаю, что здесь не нужно каких-то особых пояснений. Ну да, здесь в принципе все понятно, да, из заголовка. А вот следующий принцип, который, конечно, он может быть спорным, но, тем не менее, здесь есть некоторые плюсы. Комфорт вне определенности. Как вы думаете, как это можно работать в этом? Здесь у меня даже предположений никаких нет. Комфорт вне определенности. Ну вот смотрите, многие состоятельные люди умеют рисковать. И они чувствуют этот момент рисков, в какой ситуации можно поднять свои акции, приобрести, а в какой лучше не жертвовать, оставить так, как есть. И Тони Робинсон, известный мотивационный спикер, говорил, вся жизнь построена на неопределенности. И качество нашей жизни зависит от количества неопределенности, с которой вы можете справиться. Развивай веру в себя, приобретай опыт и быть и будь более гибким. То есть наши эмоции руководят все же нашими деньгами. И мы должны это понимать. Чем больше эмоций мы испытываем, положительных, тем больше тратим. Если негативных, то мы больше теряем денег. Допустим, даже с тех же вкладов. Я хочу, услышала законопроект, все, мне не понравилось. Меня это вызвало отторжение, потому что мне это некомфортно и мне это неприятно. То есть это неудобно мне. И меня поставили в ситуацию, когда я либо должна быть гибче, либо принять такое финансовое решение, от которого не пострадаю. Но оно будет взвешенное. А как же та ситуация, когда стандартная, киношная, если можно так сказать, девушка расстается со своим парнем, они с подругой на негативных эмоциях берут все деньги и идут в торговый центр и спускают все на одежду. Это же при негативных эмоциях происходит. Это при негативных эмоциях, но мы же не знаем, что остается у нее в кошельке после этого. Ну да, не знаем. Будем надеяться, что все девушки в таких ситуациях миллионеры, и все у них будет потом хорошо. Как правило, после этого она все же выходит более-менее спокойная, но с таким печальным взглядом. Так что... Да. Похоже, мы смотрим одни и те же фильмы, да. Так, давайте дальше. И понятно, что психологически нам неприятна эта ситуация. Во-первых, мы некомфорт воспринимаем как ситуацию неуспеха. Здесь нужно переосмыслить. Во-первых, некомфортная ситуация, она может дать нам почву для того, чтобы мы развивались. Наоборот. И я хочу привести сейчас пример компанию «Озон». Это без всяких рекламных кампаний. Я просто там очень часто заказываю и заказываю в основном книги. Как и все, мне кажется, много кто пользуется. И хорошо, что вы именно на этом и именно на книгах решили остановиться, потому что у меня очень много знакомых, которые там заказывают книги. Там есть выгодные скидки, акции, которые, в принципе, если подугадать, и они присылают все время рассылку, поэтому, в принципе, можно выгодно купить. Но в чем сейчас во всеобщем хаосе, если можно так сказать, в чем изменилась политика работы этого сайта? А в том, что сейчас они заказы принимают от 999 рублей. В то время, когда я хотела купить «Конституцию» за 50 рублей, я вынуждена буду потратить свыше 50 рублей. И то есть это вот некомфортная ситуация, но мы пользуемся ей и, соответственно, приобретаем еще больше. Те же самые строительные магазины, когда мы остались наедине со своими детьми, наедине со своей квартирой, многие задумались, что же можно изменить в своей квартире. И получается вопрос ремонта. Ну, даже косметически обновить, я не знаю, обои, пол и все остальное. Такой строительный магазин, как «Леруа Мерлен» делает следующим образом. Он пишет в условиях заказа доставка от 2 тысяч, самовылаз от 500 рублей. Но если я хочу купить клей для обоев, вот у меня есть обои, а клей нет, но клей стоит максимум 280-290 рублей, что я еще должна буду купить на оставшиеся 200 рублей? То есть это опять-таки выход, это возможность либо приобрести, либо разумно потратить. Либо можно подождать, когда это все закончится, и посмотреть клей более… Более выгодные варианты, да. Следующий принцип – это нужно иметь несколько источников доходов. Как вы думаете, какие источники доходов могут существовать даже у обычного россиянина? Ну, конечно же, работа. Работа прежде всего. Вторая работа, третья, четвертая, пятая и так далее. Сейчас очень активно и везде распространено развивать свое увлечение, свое хобби. Монетизировать – есть прекрасное такое слово, которое в последнее время входит в обеход. А, ну да, если говорить серьезно, то да, вы правы. То есть мы можем, допустим, если я вышиваю, могу продавать каким-то образом свои картины. Здесь можно, если мы имеем дополнительную квартиру, сдать квартиру в аренду. Мы можем сдать даже велосипед в аренду. Строительные, те же строительные инструменты, которые в строительных магазинах стоят немалые деньги. Поэтому можно найти доход здесь. Можно продать старую ненужную вещь. Допустим, я продала электрогитару. Покупала я ее за 7 тысяч, а продала за 13. Выгодно – выгодно. Значит, надо найти дополнительный инструмент, который поможет мне заработать. Некрасивое слово, но, тем не менее, пополнить свой кошелек – мне это поможет. Также можно создать интеллектуальный продукт. Что под интеллектуальным продуктом подразумевается? Это книги. Можно написать книги. Сейчас вебинаров очень много. От разных издательств, где мы можем посмотреть, они дают лайфхаки, как это делать. В принципе, создают дорожные карты. Бери и пользуйся, создай свою книгу. Кстати, мне кажется, после эпидемии еще какое-то время будут актуальны книги про то, как мы выжили в этот момент. Потому что, когда мы говорим про эпидемию, мы не подразумеваем, каково это – быть замкнутым в пространстве. Это еще и психологические аспекты. Я думаю, психологи тоже будут этим пользоваться. Да, а потом этим будут пользоваться наши потомки, которым, конечно же, будет интересно узнать о том, что же такое COVID-19. Да, 19. Также можно, если у тебя есть навык, можно написать свою собственную программу, программисты. Можно создать игру, которая будет… Можно даже создать настольную игру. И с этим каким-то образом работать. В общем, вариантов много, выбирай на вкус, как говорится. Да, совершенно верно. Все, что тебе ближе, то и бери. Кстати, тренинги и вебинары, которые сегодня очень актуальны на дистанционной форме, не только обучение, но и работы, тоже могут принести небольшие дивиденды. И давайте подойдем к последнему принципу – читай книги по финансам. Вроде бы тоже простой и примитивный способ, однако мы должны понимать, что книги бывают разные. И нужно их читать, сопоставляя. Не принимать сразу же информацию, которую мы читаем за чистую монету, и говорить, я пошел, значит, продавать свою невидвижимость, моя квартира будет, значит, активом одновременно пассивов, не разбираясь о том, что это такое. Нам необходимо прочитать книги и сопоставить. Если мы говорим, что у нас есть Бодо Шефер, который тоже известный американский бизнесмен, который тоже пишет книги, он базируется на одном. И это иная система вообще экономическая. Он живет в одной стране, мы живем в другой стране. Его, в принципе, не работает в нашем. Поэтому эти принципы, которые они излагают, нужно адаптировать под себя. И это будет самое простое. Вроде бы мне не нравится тот же самый Роберт Киосаки, который написал «Богатый папа, бедный папа». Но при этом первый принцип – следи, заплати сам себе, я его взяла на вооружение. Это тоже полезно. Людмила, нам нужно уже медленно, но верно к выводам подходить, потому что у нас буквально несколько минут остается. С принципами базовыми мы познакомились. Давайте какой-то вывод подведем, итог. Давайте еще поговорим про финансовый интеллект и закончим с выводами. Хорошо, если успеваем за несколько минут, то давайте. Я буду очень стараться. Мы все знаем, что интеллект у нас бывает разный, разные виды. Можно посмотреть на слайде, какие есть виды интеллекта. Но есть и выделяют финансовый интеллект. Финансовый интеллект – это способность понимать и использовать взаимосвязь между мышлением, умением и умением управлять деньгами. При этом нельзя недооценивать такие навыки, как умение ставить и достигать финансовые цели и находить наилучшие решения финансовых проблем. То есть финансовым интеллектом обладает каждый человек, а вот степень его развитости будет уже зависеть от финансовой интеллектуальности. Еще он зависит не от количества приобретенных денег, а от того, насколько осознанно все же тратит человек свои деньги. И понимает, дарят ли эти вложения ему сиюминутную радость, либо все же они дарят ему какое-то обогащение за дел на будущее, если так можно сказать. Понятно, что мы с вами знаем, и деньги влияют на эмоциональную сферу, на здоровье и всего остального, но интеллект финансовый – это именно та часть нашего общего интеллекта, который мы используем для решения финансовых проблем. И данный интеллект является в том числе и эмоциональным, потому что, как говорил Уоррит Баффетт, эмоциями управляют все же деньги. Поэтому, когда мы контролируем свои эмоции, мы контролируем свой кошелек, насколько часто он открывается и закрывается. Вот мне кажется, именно на такой фразе и на такой ноте вы и должны закончить, потому что, друзья, контролируйте свои эмоции. Мне кажется, вообще все наши действия зависят от того, насколько мы контролируем самих себя, насколько мы владеем собой. И, конечно же, будьте финансово грамотными. Я думаю, что этот урок будет вам очень полезен. За это спасибо, Людмила. Людмила, спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Ну и мы с вами прощаемся и увидимся в следующих выпусках.